Всем здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поговорить о художниках на инстаграме. Как обещала записываю короткое видео про некоторых отборных художников, которых я лично читаю на инстаграме и советую почитать вам. Особенность платформы инстаграм заключается в том, что в отличие от платформ таких как Тумблер, Артстейшн или Беханс, человек кладет гораздо больше различных моментов, так сказать, кухни своих работ, то, как создаются работы, какие-то мелкие эскизы, которые больше нигде нельзя посмотреть. И поэтому инстаграм у художников представляет себя довольно интересные аккаунты, на которых можно увидеть контент, которого нет ни на каких других платформах. Я выбрала несколько художников, большинство из них очень известны, но в любом случае не помешает о них вспомнить, и если вы на них не подписаны, стоит обязательно подписаться. Первый художник у нас это девушка из Японии. Ее стиль довольно простой, учитывая, что она из Японии, она рисует в основном молодых людей и девушек, немного напоминает фэшн иллюстрацию, но с таким японским подтекстом. Хорошие качественные работы, особенно замечательно то, что она много работает акрилом на планшетах, и, конечно, в Японии потрясающее качество акрила, поэтому ее работа выглядит суперздорово, и словно сделана ее уже в компьютере. Выкладывает процесс создания работ, собственно, которые делаются акрилом, за этим тоже очень интересно наблюдать. всегда важно и здорово, когда художник вкладывает такой процесс, особенно если он работает руками. Стиль довольно... я бы не сказала, что он суперузнаваемый, но если ты знаешь, что у художника, то уже ни с кем его не спутаешь. Много хороших, много очень хороших динамичных пост у персонажей, интересные приемы. Есть немного фотографий из жизни, но, как мы все знаем, это никому особо не мешает. В общем, в целом, очень интересный аккаунт, также показывает много моментов из местных маркетов в Японии, как оформлены стенды, все это всегда очень интересно посмотреть и ознакомиться, увидеть, как проходят подобные маркеты в других странах. Следующая художница Кокома, невероятно популярная художница на Инстаграме, рисует карандашами. У меня у самой есть такие карандаши, это очень крутые и качественные карандаши. Карандаши, к сожалению, я не помню фильмы, я напишу в написании видео. Очень трогательные реалистичные работы, в редкий случай, когда реализм в иллюстрации меня совершенно не напрягает. И когда реализм работает на художника, такой гиперреализм, но невероятно качественный и со вкусом сделанный. Иногда издалека, непонятно, по картинке фотографии это или нет, но когда увеличиваешь, сразу понимаешь, насколько тонко и со вкусом сделана работа. Примеры невероятно милого, очаровательного мерча совершенно, обложек книжек, всяких трогательных вещей, анимаций. Некоторые иллюстрации даже санимированы, что тоже супер круто смотрится. В общем и целом, хорошее дополнение для любой ленты, потому что показывает то, как можно просто и незамысловато, но очень качественно делать хорошие и интересные иллюстрации. Очень крутой художник Мэтт Лейзл, который работает и работает на «Удивительном мире» Гамблла. Самые известные черта его аккаунта на Инстаграме – это потрясающе смешные и суперклассные мультики про кота и орка. Я не буду вам их включать, потому что я считаю, что должны ознакомиться с ними сами и поразиться их потрясающему юмору и невероятно смешной озвучке, которую делает сам Мэтт. В последнее время работ новых мультиков не было довольно давно, но художника радуют всякими мелкими анимациями, которые он делает в перерод между работой, какими-то своими экспериментами с фэшн-иллюстрацией, шутками и прочими очень интересными вещами. В его Инстаграм ни в коем случае нельзя думать скучным или однообразным. В общем и целом, очень-очень крутой художник. И всегда полезно иметь в своей ленте то, что всегда поднимет настроение. Кори Лофтис – как бы мастодонт концепт художников. Рисовал до практически всех последних мультиков Диснея, делал большую часть концепта для Зверополиса, что, собственно, видно в его работах. Потрясающе, хоть и незаконченный «Инктябрь» про свины и кота, которые борются с зомби-свиньями. Очень любит участвовать в этих челленджах, поэтому у него был челлендж по русалкам, который он, по-моему, сделал почти весь. У него проскативает фан-арт, который меня совершенно не напрягает, хотя обычно я не очень люблю много фан-арта на аккаунте. Но данный фан-арт очень крутой, естественный, дико качественный и, в общем, приятно смотреть. Что еще сказать? Любому человеку, кто интересуется дизайн персонажей, это обязательный человек к ознакомлению и все время должен присутствовать в ленте. Очень часто обновляется, что тоже приятно. Вот, к сожалению, после октября немного застыл аккаунт, но, в общем, обновление довольно частое. Художник, который невероятно круто рисует акриловыми маркерами. Все работы, которые сделаны маркерами, поражают просто глубины души. Я до сих пор не могу понять, как можно так аккуратно и супер круто делать иллюстрации. Немного похоже на какому, которая была выше, но другая стилистика, более насыщенная палитра. Очень стилизована, очень круто, дико качественно. Особенно приятно смотреть и понимать, что твои руки наверняка так не смогут, даже если ты будешь долго стараться. Но дает надежду на то, что можно хотя бы попробовать и посмотреть, как получится. Если есть желание, можно купить такие же акриловые маркеры. Он совершенно не скрывает, что это обычный молотов, хоть он и стоит дорого, но можно попробовать купить и попытаться повторить какие-то его приемы, чтобы научиться крутым, простым приемам композиции и понять, как круто и просто работать с цветом. Выкладываю очень много эскизов, которых нету на других платформах. На самом деле я его нигде, кроме Инстаграма, не читала, и, собственно, на Инстаграме его и нашла, по-моему. Фабиен Мэнс – очень хороший, крутой художник, тоже много кому знакомый. Я делала концепт-арт к последним уткам, которые недавно вышли, но концепт довольно старый, то есть это на ранних стадиях производства сериала, поэтому сам дизайн персонажей уже сильно изменился к моменту выхода шоу. Очень узнаваемый стиль. Один раз увидев Фабиену Мэнс, уже ни с кем его не спутишь, благодаря его яркому лайну розовому и розовым теням. У него есть несколько своих очень качественных, суперинтересных комиксов. В общем, опять же, для людей, которые интересуются дизайном персонажа и дизайном окружения, это обязательно к ознакомлению, потому что все сделано, мне кажется, близко к идеальному, нету никаких нареканий по дизайну. Если бы я могла делать так же, я бы делала, и, в общем и целом, это просто суперкрутой художник. Фабиен Мэнс – обязательно всем почитайте, смотрите, вообще суперкрут. Немного другая история. Кетлбой – это художник, который создает, в общем, экшн-фигурки авторские. Очень интересно смотреть процесс создания фигурки от начала и до конца. Есть и концепты, потом есть 3D-модель, потом есть, как создается, и в итоге финальная модель. И есть много, как бы, моментов сравнения, есть много примеров интересных. Есть, показывают конкретно кухню автора, как рождаются его фигурки, оказываются персонажи, как он их расписывает. Все это суперинтересно. Персонажи все дико классные. Найден был мной на Бехансе. Как раз на Бехансе у него проекты довольно выверенные, чистые такие, с качественными фотографиями. А тут больше всяких мелких иллюстраций. Опять же, процесс создания. И очень, в общем и целом, в общем и целом, очень интересный художник. Джейк Вайетт, тоже очень популярный и известный художник комиксов. Хороший, насыщенный Инстаграм с огромным количеством эскизов. Приятно его встречать в ленте каждый раз. Дико качественно. Дико интересно сделано. Поддерживает по-прежнему свой комикс. Всегда выкладывает процесс создания после выхода страницы. Все это на потрясающе высоком уровне. Обычно я не очень люблю стилистику, близкую к обычным стандартным американским комиксам. Но в данном случае стилистика немного отличается. И меня совершенно не напрягает. Обязательно. Тоже человек для, опять же, всех любителей концепта художников и дизайна персонажей. Домас Вэллон. Очень крутой и стильный художник. Недавно вышла его игра. К ней тоже есть тут концепты и разработка персонажей. Игра называется Меркл Мерчант. Конкретно тут ссылки нету. Но я тоже приложу ссылку в описании. Значит, карандаши и... Ну, помню. Очень интересный и простой стиль. При этом очень качественный дизайн персонажей. Супер яркая палитра. Все это очень интересно. Игры, которые вышли по его концертам, их, по-моему, больше, на самом деле, чем одна. Они супер классные. В них очень интересно играть. Персонажи очаровательные. У автора тоже есть аккаунт... Ой, простите. Тоже есть комикс, который он рисует. Даже два, по-моему. Ну, опять же, я за этим художником свяжу в основном на Инстаграме. Но такого художника тоже ни с кем не спутаешь. И очень полезно его наблюдать. Ну и напоследок, это не конкретный автор. Это издательство No Brow. Очень полезно смотреть на то, как издаются различные авторские книги. Они много выкладывают... Каждый раз, когда у них уходит новая книга, они выкладывают ее превью. Сразу же хочется отдать все свои деньги на любую из этих книжек. Дико круто подобранные авторы. Дико классные все абсолютно книжки. Одно из самых крутых издательств, мне кажется, которые сейчас есть. С авторскими книгами. Через это издательство можно узнать еще сотню других супер крутых иллюстраторов. Так что, хоть это и не аккаунт конкретно художника, но это дико полезный аккаунт, через которые можно найти еще больше, еще больше, еще больше. Очень много крутых художников. Да, собственно, это, наверное, все, что я хотела показать. Конечно, я подписана на гораздо большее количество авторов. Я не стала затрадивать такую тему, как Daily Comics, потому что я подписана тоже на некоторых авторов. От таких известных до... Не очень известных, но все делают супер хорошие комиксы. Поэтому, я думаю, это может быть до следующего раза. Не до следующего. В общем, в данном видео были конкретно авторы и одно издательство книжек. Надеюсь, можно было все это смотреть. Спасибо, что посмотрели. Ссылки я оставлю в описании. Типа того. В общем, спасибо всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok